Всем большой привет! И сегодня я наконец-то созрела записать видео. Прошлое мое видео о полденсе я записывала в августе 22 года, сейчас январь 24, то есть прошло полтора года. В апреле уже будет три года, как я занимаюсь. Также с прошлого года я еще начала заниматься экзотом, поэтому полденса в моей жизни становится все больше и больше. Расскажу, что изменилось вообще с начала занятий за эти три года, и что изменилось за последние полтора. Я тут себе немножечко накатала план, но это, как обычно, разговорное видео. Пойдет, как пойдет. Чувствовать тело. Я наконец-то все больше и больше начинаю понимать и чувствовать свое тело. Что я здесь подразумеваю, это понятие, какую мышцу нужно напрячь, что нужно сделать, чтобы, например, выйти в какую-то стойку, в какой-то трюк. Я больше и больше доверяю своему телу, то есть я знаю, что здесь я справлюсь, здесь мое тело меня выдержит, здесь мои руки меня выдержат. И это на самом деле безумно мотивирует, очень сильно вдохновляет двигаться дальше и дальше. И я понимаю, что дальше будет все круче, круче, круче. Какие-то вещи я все больше начинаю понимать не всегда еще, к сожалению. Как делать это именно за счет силы, как это делать именно, напрягая определенные мышцы, напрягая мышцы кора, пресс, спину, руки и так далее. Это на самом деле очень интересно. То есть, например, учиться выходить в силовые стойки, это огромный путь. Это очень сложно, это очень круто. Особенно если вы человек, у которого нету за спиной, например, спорта в детстве, какой-нибудь акробатики, это очень сложно. И я восхищаюсь всеми вообще людьми, которые вижу в инстаграме, например, как это все красиво, когда силы выходят, например, в стойку. Какой сильный кор, какое чувство баланса. Для меня это вообще полный-полный восторг. Также именно за последние полтора года я очень сильно оценила и заметила связь роста в спорте и веса, то есть именно массы тела в пилонном спорте. Это практически каждый килограмм влияет. Набрав там 2-3 килограмма, уже теряется баланс, уже. И также, соответственно, скинув там несколько килограмм, гораздо легче. То есть, ну, это представьте, вы пятилитровку просто берете и пытаетесь с ней подтянуться. Лишнюю пятилитровку. И, конечно, я еще пока не пришла к той форме, с которой бы мне было максимально комфортно. Но потеряв, например, 5 килограмм, да, там, за последние несколько месяцев, и удерживая их, я вижу колоссальный скачок вперед в владении своим телом. Также сейчас я начинаю замечать, как спорт помогает мне в жизни. Начиная от того, что очень сильно возросла выносливость, действительно, возросла физическая сила, и даже, например, какие-то полуспортивные игры и мероприятия. Даже, например, в том же джаз-дэнсе, когда мы играем с друзьями, я могу 40 минут танцевать, например, практически без остановок. То есть мне не надо там каждые 5 минут, мне не начинается дышка. Ну, то есть, конечно, в плане, да, мне там тяжело попить воды и все такое, но мне не нужно делать какие-то перерывы, то есть у меня действительно очень возросла выносливость. Я как человек, который в школе все, что, наверное, свыше 500 метров бежать, вот на нормативы сдавать, для меня это был ад, и поэтому я очень собой горжусь. И также силовая, как бы, прокачка, то есть, например, вот мы ездили в аквапарк с друзьями, по таким платформам, которые стояли на воде, и держась руками за веревку, просто пройти с одного края бассейна на другой. Я помню, что лет, наверное, ну, лет, наверное, 7 назад я ездила, также у меня был, я была и помоложе, и вес был поменьше, но я не смогла пройти, то есть я буквально одну или две, ну, может, три платформы прошла. Сейчас мне было тяжело, но я дошла до конца. И здесь, наверное, влияет еще и выработка спортивного характера. Я прям заметила на себе, и это не только я заметила, то есть спортивный характер, азарт. Ну, во-первых, я такой человек всегда, то есть можно это оправдать разными, так скажем, сферами жизни, то есть я всегда, если делаю что-то, я погружаюсь в это сильно, я иду, ставлю себе цели, причем мне нравится ставить цели такие конкретные и идти к ним, и поэтому именно себя в этом спорте я нашла так, то есть мне нравится здесь, что можно ставить цели, а цели здесь просто, просто до бесконечности можно себя прокачивать, делать себе какие-то вызовы, получать огромное удовлетворение, когда эти вызовы, собственно говоря, исполняешь, когда ты к этим целям приходишь. Это просто невероятные какие-то чувства достижения собственных побед, и при этом каждый раз планка все выше, выше, выше и выше. И вот это вот такое упорство, оно, наверное, у меня во всех сферах жизни было, но вот в спорте оно мне безумно помогает. Вот это, знаете, упорство и отсутствие желания жаловаться. То есть я не очень люблю, конечно, сравнивать себя с другими, да, девчонками, с которыми мы занимаемся, но со стороны я это вижу, и, наверное, если бы я была тренером, мне было бы сложно работать с такими учениками. Вы знаете, есть люди, которые просто привыкли жаловаться, им этот какой-то свой внутренний негатив нужно выплескивать наружу, и это для меня крайне снижает мотивацию, даже когда я вижу это со стороны. То есть им, таким людям постоянно что-то не так, что-то мешает. Они слишком толстые, слишком, не знаю, там скользят руки, не такие ноги, что-то болит, что-то еще. Ну, короче, вот они не тянутся деревянные, у них руки не держат, у них там все-все плохо, при этом они практически все делают, но через вот эти вот жалобы. Мне от этого, честно, тяжело становится. Я, скорее, тот человек, который будет стараться делать все молча, то есть, например, на той же растяжке я всегда тяну сильно. Мне, наоборот, с этим трудно всегда тянуться в полсилы, то есть, если я пришла, то я уже пришла работать. Но также именно вот в последнее время я столкнулась с невероятно внутренними барьерами, когда я телом понимаю, что я могу, допустим, сделать что-то, сделать какой-то элемент или какой-то выход, да, силовой, например, или не силовой, но мой мозг жутко это стопорит. Это на самом деле очень интересно, потому что здесь, как никогда, просто вылезло вот это мое желание контроля, то есть, я немножко контрол-фрик, мне очень трудно делегировать какие-то, какую-то ответственность, какие-то дела другим людям, потому что мне кажется, что кто-то что-то сделает не так, пойдет не так. И вот в спорте у меня это вылезло, например, в том, что мне очень трудно сделать элементы, где помогает инерция, то есть, где нужно, например, сделать мах и вылететь. Когда вы делаете мах, соответственно, вы что теряете, правильно? Контроль. А мой мозг и мое тело, оно прям противится этому, то есть, я головой понимаю, что ничего не будет, я держу и все, но мне крайне тяжело, что именно в этот момент я потеряю контроль, и все слетит. Я именно поэтому, например, не могу во флаг выходить просто с маха. Мне кажется, что я быстрее выйду во флаг с силой, хотя это гораздо считается сложнее, но зато, когда я выхожу с силой медленно, я все-все контролирую, все там, чтобы плечо было на месте, чтобы все было на месте, а мах, когда вы делаете, просто как будет, так будет. И вот все элементы, где нужно сделать что-то на инерции, мне даются, ну, большинство элементов, мне даются крайне тяжело. И опять же тут что? Работа мозга. То есть, например, когда вы делаете какой-то сложный элемент, и жутко страшно, только подходит тренер, я понимаю, что у меня тренер это хрупкая маленькая, очень сильная, да, но это по сути хрупкая маленькая девчонка, которая меня на голову ниже, меньше, и я понимаю, что она меня не удержит, если я буду падать. Да, она может меня как-то, ну, в правильную сторону толкнуть, но по сути, как бы, мне нужно будет каким-то образом спасать себя самой. Но, когда я понимаю, что рядом человек, и даже если там пальцем будут тебя держать, или просто стоять рядом, все получается. Это, опять же, очень интересная связь именно вот наших страхов, вот разделение вот этого, что вот рядом тренер, что-то, если случится, это поможет. Также могу сказать, что вот такое вот увлечение спортом, оно в копеечку обходится на самом деле, потому что мало того, чем больше вы в это втягиваетесь, мало того, что абонементы постоянно нужно покупать, хочется какие-то индивидуальные тренировки, пойти что-то попробовать, плюс хочется на какие-то мастер-классы, допустим, съездить. Если хочешь участвовать в соревнованиях, то это очень прям дорого соревнования, плюс одежда, плюс там те же профессиональные обувь танцевальная. Короче, а, конечно же, это все надо запечатлеть, запечатлеть у кого? Фотографа и видеографа профессионального тоже в копеечку. Короче, тут прям это такой, знаете, недешевый спорт. Конечно, я не могу сравнивать этот спорт с профессиональными, допустим, с теми же фигуристами или гимнастами, но даже для себя, если вы ставите какие-то цели, не просто ходить там два раза в неделю, разминаться, размять суставчики и все такое, это обойдется прям в копеечку. Спустя практически три года после моего старта в пилоне у меня все еще иногда появляются синяки. Редко, да, о каких-то новых элементах. Но последний вот синяк на руке, я, знаете, как заработала, я просто не рассчитала и долбанулась в пилон. Но тут как бы, причем очень больно, причем какой-то нерв был задет, было прям жутко больно, но что поделать? На каких-то сгибах, допустим, на вот этих вот местах может появиться, но тут даже у меня синячки какие-то остались, очень редко на ногах, но по сути, моя кожа на где-то 80% к пилону привыкла. То есть если у вас страх, что все, это что, мне всю жизнь ходить в синяках, тут нужно, во-первых, принять факт, что да, синяки будут. Если кого-то пугают косые взгляды, ну типа, ну алло, ну камон, ну всем все равно на самом деле, и уж вам должно быть тем более все равно, что там кто подумает, откуда у вас синяки, почему и так далее. Также, что касается одежды, за три года в пилоне практически, у меня полный ящик всяких вещей спортивных, причем, чтобы вы понимали, пилонная одежда, это по сути, ну купальники, да, это короткие шорты и топ, то есть они не занимают много вещей, но у меня уже целый ящик, и сейчас я тоже в топе пилонном, но как бы вот тот самый вот этот музыка остановиться не могу, реально хочется чего-нибудь новенького, интересного. Есть у меня такая типа базовая спортивная одежда, которой я просто на тренировке, есть такая типа для фоток, и я уже когда вещи заказываю, такая, а в этом можно будет снять какую-нибудь связку в том же экзоте, например, я спокойно покупаю штаны, в которых я планирую и в жизни ходить, но и связку классную в них можно снять, и вот это на самом деле очень смешно и очень затягивает, и реально шмоток очень много, и я такая перебираю, понимаю, что я ни от чего отказываться не хочу, но вот мне нужны и красный, и розовый, и синий, и черный, и желтый, и какие-нибудь шорты, ну потому что настроение такое, и на самом деле, когда вот какие-то новые прикольные шорты или что-то такое, и настроение заниматься, это какое-то вдохновение, силу дает, поэтому, в принципе, в принципе, почему нет? Я, кстати, могу снять видео о спортивной одежде, где заказывать, где лучше покупать. Я и на шине заказывала, на Алиэкспрессе, на Валдберрисе, на Озоне, и в инстаграм-аккаунтах разных под заказ, разных брендов, поэтому, в принципе, наверное, надо снять такое видео. Мне бы было интересно посмотреть, где люди берут классные пилонные наряды, комплекты. Также, как я уже говорила, я начала заниматься экзотом, это такой танец на стрипах, то есть это очень высокие каблуки. Кстати, про стрипы тоже можно снять видео, потому что у меня небольшая коллекция собралась, и где я беру, где можно сэкономить, какие классные фирмы, потому что я тоже, прежде чем купить, это достаточно дорогая танцевальная, профессиональная обувь. Во-первых, на Алиэкспрессе заказывала, немножко ошиблась размером, очень хорошие, но я, кстати, их потом продала, новые стрипы, заказ через Авито брала, также мерила. Ну, короче, тоже в теме стрипов, как обычно, во всем, что мне интересно, я прям погрузилась конкретно. Но, что касается танцев, я человек, который с детства занималась музыкой, мне нравилось рисовать, и танцы, для меня это всегда было, это всегда было действие, на которое я смотрела с восхищением, но мы все, да, посмотрели шаг вперед в детстве, в подростковом возрасте, и нам казалось, что мы танцуем так же круто, но на деле, к сожалению, нет. Так вот, для меня начать танцевать, это было очень необычно, это было крайне тяжело, то есть мой мозг категорически отказывался запоминать, то есть у меня хорошая память, но запомнить связки, понять, какая рука, нога и так далее, было вначале крайне сложно, и что круто, за год, за год, нейронные связи, и все такое прокачалось настолько, что какие-то штуки, какие-то элементы и тело, просто автоматически начинают двигаться так, как нужно. Еще не идеально, еще есть над чем работать, опять же, уровень запроса к себе повышается, но, но, запоминать я стала быстрее, запоминать стало легче, и это на самом деле очень круто, я очень рада, и мне кажется, это танцы разного стиля, какие вам нравятся, но это очень крутая работа над памятью, прокачивать свой мозг, это прям безумно, безумно полезное занятие. Также я очень рада, что я пошла в танцы после спорта, и спорт пока не бросила, кстати, многие девчонки, кто занимались именно пилонным спортом, в конечном итоге полностью уходят в экзот, но не все, так вот, я все-таки уверена, что если заниматься экзотом и полдэнсом, как бы параллельно, или хотя бы сначала полдэнс, потом перейти в экзот, это гораздо круче, чем просто начать заниматься экзотом, потому что те силовые классные штуки, которые вам уже в своей базе дал полдэнс, перенести в экзот, то есть по сути вы стартуете в экзоте уже со среднего уровня и выше, то есть смотря какой ваш уровень спортивной подготовки, если же вы просто приходите в экзот, ну это все будет гораздо дольше, и силовую прокачку все равно грамотный тренер, если опять же у вас есть цель делать что-то крутое, вам будет давать, и напоследок, что могу сказать, этим летом, ну тем летом, летом 23 года, я ездила в пилонный лагерь, пилония называется, у них уже огромный, по-моему 47-я что ли у нас была смена, то есть они по разным городам и странам, я ездила на смену в Сочи, в Роза Хутор, это очень прикольная, интересная тема, то есть по сути это и смесь такого детского лагеря, плюс это такой спортивный лагерь, то есть у нас там было по 6, по-моему, тренировок в день, это был очень такой, очень сильный вызов для тела, потому что в первый день мы приехали с девчонками из нашей же студии, то есть жили вместе, но там очень высокий уровень организации, очень приятные организаторы, я в полном восторге осталась, я очень хочу в этом году также посетить лагерь, мы в первый день ходили на все занятия, все пробовали, на второй день мы слегли, а вариантов нет, там 2 дня занятия, день отдыха, но даже в день отдыха хочется что-то поделать, плюс организаторы мутят всякие, то можно там экскурсии, то какие-то мероприятия происходят, короче, там реально не соскучишься, но я сейчас говорю о тренировках, и могу сказать, что это невероятная возможность, во-первых, посетить занятия разных педагогов, то есть туда приезжают презентеры, как их называют, преподаватели разных стилев, вообще разных, разной подачи себя, спортсмены, и также танцоры, и это так круто, то есть за короткий период вы можете впитать в себя столько, и по сути еще приехав домой, наверное полгода это все отрабатывать, это очень круто, мне очень понравилось, я тоже думаю, что за эти 12, по-моему, дней смены я себя неплохо прокачала, я ездила, там есть, там можно поехать в направлении, когда у вас главное направление танца, или главное направление спорт, но у тех и тех есть направление как бы соседа, но просто там превалируют танцы, а тут превалирует спорт, я именно в спорт, то есть у нас было две спортивные тренировки по часу в день, плюс одна тренировка экзота танцев, и еще также были танцы просто в портере, и я реально просто в восторге диком осталась, я рекомендую всем, даже кто начинает, ну наверное не совсем прям начинашком-начинашком, но хотя бы кто от полугода занимается, рассмотреть возможность поехать в такой лагерь, потому что это и знакомство, и прокачка себя, и вызовы, и это просто дикий-дикий восторг, и всем, все кто были, по-моему, остаются в восторге, ну на самом деле, я думаю по мне заметно, что когда я говорю сейчас о полдэнсе, полспорте, экзотике, а я, меня переполняют эмоции, потому что мне эта тема дико интересна сейчас, и наверное, возможно на данный момент я действительно нашла свой спорт, то есть я вот в том году несколько раз ходила в зал, и я поняла, насколько мне скучно в зале, мне реально супер скучно в зале, типа сделаю три подхода там, сделаю три подхода там, сделаю то же, ну я понимаю, это для каждого свое, но что касается проработки тела, я также могу сказать, что в пилоне, да даже в экзоте, но все вместе, это очень круто прорабатывает тело, да у вас будут плечи расти, да у вас будут типа банки, мышцы, вот даже вот у меня, при том, что у меня как бы процент жира не супер низкий, но мышцы видно, да и пресс появляется, ну а куда от этого деться, если следить за питанием, то вообще все будет очень хорошо, но по телу, как бы по телу видно, что человек в спорте, к сожалению, хотя в принципе, конечно, если в спортзал ходить серьезно, так же, как я занимаюсь пилоном, с полной дачи себя, отдавать себя в спортзале, то по телу тоже будет видно, но я знаю очень много случаев, когда люди ходят в спортзал, а по ним не видно, что они ходят в спортзал, в полдэнсе, как бы если вы действительно будете отдавать себя и стараться, то без прогресса оставаться, вот топтаться на одном месте, очень-очень-очень трудно, особенно, например, по системе школы MyPollSpace, ну там реально все ступенечка за ступенечкой, и я не представляю, как может, например, там три года заниматься, хотя я знаю, что есть такие студии с не очень хорошими преподавателями, ну даже вот у нас в городе студий сейчас стало много, много кто стал заниматься, но хороших, вот прям хороших, по пальцам пересчитать, и хороших педагогов тоже, слава богу, я хожу в школу, где хорошие педагоги, и вот особенно система MyP, система школы PollSpace, она, например, я вижу, что она работает, и это круто, ну я, например, знаю, рассказывали и девчонки, что есть такие школы, которые просто запихивают человека в какой-то элемент, практически там, держа его, отбегали, сфоткают, отбегают, сфоткают это все, и как бы, ну типа, класс-то выполнил, как правильно зайти, как правильно сойти, что это может быть травмоопасно, что по сути человек, если он входит с помощью кого-то, это не считается, это все ладно, типа, главное вот фоточка есть, ну, как бы, если вы ходите ради фоточки, ну, возможно, вам такое подойдет, но я, например, бы не рекомендовала так заниматься, плюс любой спорт, любая физическая нагрузка, конечно же, тело изнашивается, там, массажи всякие, я уже путешествую с этими, мечом для МФР, роллы, вот все, вот те роллы, которые не Калифорния, а роллы для МФР, и все такое, постоянные спутники, но тут тоже без этого никуда, но, в принципе, даже если вы не занимаетесь спортом, заниматься МФР, там, просто спину, шею расслаблять, стопы, это уже было бы неплохо, на этом все мое видео, я очень долго могу про это все разговаривать, поэтому останавливаю себя, мне, кстати, безумно было приятно читать все комментарии под моим предыдущим видео про полдэнс, я всем старалась ответить достаточно развернуто, поэтому, если вы напишите, сколько вы занимаетесь, как, что-то интересное, мне тоже будет безумно интересно почитать, всем большое спасибо за просмотр, и всем пока!